В Алданском районе продолжается строительство золотоизвлекательной фабрики на участке Рябиновой группы компании «Селегдар». Сейчас там идет монтаж мельничного комплекса. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Комплекс будет уникальным. По словам специалистов, мельниц с такими размерами и характеристиками. Золотодобывающая отрасль в Якутии еще не видела. Монтаж мельницы выполнен ориентировочно на 30%. То есть смонтировали половину корпуса и загрузку ЦАПФы. Переработка мельницы составляет 133 тонны в час. Всего на фабрике будет две аналогичных мельницы. А сама ЗИФ позволит «Селегдару» нарастить объемы добычи золота на 2 тонны в год. Напомним, что фабрику круглогодичного цикла в «Селегдаре» начали строить в прошлом году. Проект оказался беспрецедентным. Многое приходилось совершенствовать непосредственно на производственной площадке. На темпах строительства отразился экономический кризис и санкции. В связи с чем произошла задержка в поставках оборудования и деталей. Тем не менее, сегодня на стройке в районе 150 человек работает. Подрядчик заведен большие объемы, ресурсы, поставки сделаны. Сегодня только реализация. Наша задача зайти в зиму в помещение, сделать наружные сети, а уже в зимний период дорабатывать, доводить технологию и запускать в фабрику. Главной задачей остается зайти внутрь и оградиться от внешних факторов, погодных условий. Это позволит ускорить темпы пусконаладочных работ. После установки крупногабаритных узлов мельничного комплекса, говорят подрядчики, закрыть периметр основного сооружения удастся в кратчайшие сроки. Руслан Павлов, Татьяна Вахнина, Сергей Шепычев, Дмитрий Залевин, НВК САХА, Алдан. Руслан Павлов, Татьяна Вахнина.